Сегодня разберем баланс. Мы сегодня будем идти от простого к сложному. Причем это важно делать и с одной, и с другой ноги. Ты будешь это место чувствовать и будешь делать баланс. Всем привет! Меня зовут Владимир Ткаченко. Я основатель самой большой балетной студии для любителей в Украине. Сегодня разберем баланс. Ну, нет проблем. Для начала мы после каждой комбинации у станка, мы снимаем руку со станка и делаем баланс. То есть мы сделали комбинацию на демиплие. Сделали комбинацию на демиплие. Вот сделали. Музыка закончилась. Мы поднимаемся полупальчики и делаем баланс по первой позиции. Вы также, если не ходите на занятия, например, в балетную студию, вы тоже можете делать баланс по первой позиции. Баланс во время пируэта, это тоже баланс, но более сложный. Мы сегодня будем идти от простого к сложному. По первой позиции баланс. Только ты стоишь. Да. Могу еще так сделать. Хорошо. Дальше постояли по первой позиции. Сделали, например, если в балетном классе батман тандю по пятой позиции, сделали батман... После батмана тандю сделали баланс по пятой позиции. Комбинация закончилась. Стоим без музыки, балансируем. Снимаем руку со станка в первую позицию. Баланс по пятой вначале. Стой. Хорошо. Причем это важно делать и с одной, и с другой ноги. То есть Лена сейчас делает с левой, и с правой ножки тоже нужно сделать баланс по пятой позиции. Вот, отлично. Супер, молодец. Простояла чуть-чуть. Дальше сделали по первой, по пятой. Дальше идет баланс на пассе. Это уже непосредственно подготовка к пироэту. Но только не забывайте, что бедро правое не должно быть поднято. Оно должно быть ровное. Два плеча, два бедра ровных. Если бедро будет поднято, тогда баланс не получится. Встаем на полупальце. Раз. И пассе. Хорошо. Снимай руки со станка. Супер. Уже чуть-чуть получилось. То есть обязательно должна быть предварительная стадия. То есть от простого к сложному. И с другой ножки. Обязательно с другой ножки. И пассе раз. Давай, держи пассе. Супер. Пальцами в ногу не упираемся. Снимай. Умничка. Супер. И последнее. Это нужно постоять баланс в аттитюд. То есть чтобы нога была сзади. Стоим баланс в аттитюд. Стоим, стоим. То есть ножку можно сильно высоко не поднимать. Самое главное, чтобы было не пассе, а другое положение. Например, назад. Это можно делать. Баланс в аттитюде мы можем делать после рон-де-жамп-портер и других комбинаций. То есть становитесь в любую позу, в которую вам нравится, и балансируете. Снимай ножки. Снимай ручки. Давай, не бойся. Выше колено чуть подними. Больше за себя заведи. Бедро правое вниз, живот втянуть. Так, Лена, сойди. Мы сейчас сделаем с другой ноги. Давай я сейчас поколдую. Колдовство не всегда помогает, поэтому я объясню, как это нужно сделать. Лена, у тебя должны быть два бедра ровные, два плеча ровные. Если у нас чуть поднимется бедро, как и в других комбинациях, то тогда не получится. Держи два плеча, два бедра. Поднимай ножку. Согни чуть-чуть. Живот втяни, подбородок приподними, локти приподними, выше полупалец, снимай ее. Раз, два. Чуть дай корпус, корпус вперед. И ногу выше подними. Она не должна висеть, как хвост у собачки. Еле-еле. Должна чувствовать. Если выше поднимите ножку, тогда включится спина, и тогда будет баланс. То есть ты будешь это место чувствовать, и будешь делать баланс. Еще раз попробуй, пожалуйста. Раз. Ножку поднимаем. Два. В аттитюд сложнее всего стоять. А теперь попробуем сделать пируэт. И на этом закончим. Сели в пируэт. Сели в четвертую позицию. Правая ножка сзади. Шире позиция. Живот втяни. То есть нужно из четвертой позиции сделать пируэт и сесть опять в четвертую позицию. И раз. Два. Молодец. Спасибо за то, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал. И я уверен в том, что после этих упражнений у вас будет классно получаться баланс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.